На полях в эти дни так же знойно, как у мартеновской печи. На поверхности почвы температура достигает 50 градусов и выше. В кабинах комбайнов нет ни кондиционеров, ни холодильников. Работать тяжело. И тем не менее, целый ряд хозяйств области получают сегодня неплохой урожай зерновых. Хлеб есть главным образом там, где полностью выполнены все условия так называемой «сухой системы земледелия», широко внедряемой на Волгоградской Ниве, где должным образом обрабатывали пары, внесли нужное количество минеральных удобрений и в положенные сроки. Но так делали не везде. Вот у меня в руках только что получена информация о ходе уборки урожая в Светлоярском районе. 11 хозяйств сейчас убирают хлеб, и картина весьма пестрая. На первой строке находится совхоз «Тингутинский», который в эти дни намолачивает по 29 с лишним центнеров зерна с гектара. А есть и такие хозяйства, которые берут всего-навсего по 15 центнеров зерна. Вот видите, какая разница. Причем тингутинцы с хлебом всегда, при любой погоде. Сейчас все зерновое поле здесь отдано в руки двух арендных коллективов. По качеству зерно поступает на элеваторы только сильное и ценное. Отсюда высокий заработок у механизаторов. И это при том условии, что хлеб на больших площадях подсушило солнце. Скрутили вихри и ливни. Чтобы избежать потерь, уборку в совхозе ведут на тщательно загерметизированных комбайнах. Работают в поле до тех пор, пока не выпадет ночная роса. Задача одна. Собрать урожай как можно быстрее в считанные дни. Только так можно победить засуху, взять большой хлеб. А вот рядом в совхозе Червленый результаты другие. Урожайность здесь на 11 центнеров ниже. Почему? Пока в одном хозяйстве внедряли интенсивную технологию, в другом ждали указаний на этот счет. В одном работали с кадрами, а в другом надеялись на пришлых людей. В Червленом ежедневно теряют зерно, но где и сколько, толком не знают. Так жатва в который раз преподносит нам уроки. И равнодушие, и точного расчета.